Представители СМИ начинают с конференции после матча между сборной России и сборной Казахстана. План тренинг из сборной Казахстана Андрей Владимирович Каврилко. Андрей Владимирович, призывок, привет. Дальше любимый вопрос. Не все, наверное, получилось у нас в обороне. Мы выбрали с хорошей, достаточно малым долей, мастерой командой в сборной России. Поэтому были какие-то хорошие моменты. Но, конечно, такой турнир достаточно интересный. И для нас он получился достаточно информативным. Поэтому мы, как говорится, делаем выводы. И для нас это такой единственный турнир, который в течение сезона проходит для сборных. Поэтому какая-то информация для нас будет. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Вопросы? Да, Павел, у нас микрофон только. Можно? Так слышно? Слышно, в консерции. Что, говорит так? Сейчас теперь у нас микрофон. Да, Андрей Владимирович, чувствуется все-таки, наверное, сильно, что не хватает вам Эдиться и Блейкера, и Светберга, и Волка, но, в общем, всех вот ребят, которые, наверное, по сути всего, первого звена. Ну, чувствуется, конечно, да. Тут от Атрица, наверное, не будет. Но еще, в ГДН, хороший, наверное, момент для этих ребят, которые, скажем так, хотят играть в сборной. И, в общем-то, мы увидели, в общем-то, на фоне очень такого серьезного соперника. Ну, мы увидели несколько, скажем так, кандидатов, которые, в общем-то, могу достаточно позитивно оценить его уровень. И, в общем-то, показали хороший такой, достаточно, это, наверное, самый такой позитивный момент, потому что, понятно, что много другая команда будет, и спарринги будут, наверное, немножко другие. Здесь, да. Так, Роман просил микрофон. И я припаду. Андрей Владимирович, добрый день. Давай. Аркадий Шестаков после столкновения с Никишином очень долго не мог подняться. Как его состояние? Ну, не так все плохо, как вы. Если небольшое повреждение, там, Шершейн. Потому что через день он остановится к ближайшему матчу с Ленишниковым. Нет, нет. Нет вопроса. Да, Дина, пожалуйста. Естественно. Андрей Владимирович, вы сказали, что сделали определенные выводы. Вот после вчерашних матчей 3 на 3 у Леходникова добавили в состав сегодня на матч с Россией. Плюс Борисевич, вы говорили, что вы узнали бы все-таки такой матч для него первый. Вот по ребятам из Чемпионата Казахстана, что скажете, может кто-то приятно удивил или показался ли вывод? Ну, приятно сказали, вы сами отметили. Дина Борисевича Леходникова, в общем, кто-то. Он был очень важным, конечно, смотреть. Конечно, на фоне можно на Россию, но я сказал, что, наверное, плохо. А плохо? Кирилл, ну, прибавил, да. Прибавил Кириллов по сравнению. Мы с ним работали, да, 5 лет назад он был. А вот прибавил. Спасибо. Все. Все стало. Спармаранков, страницах хоккея Беларусь. Дмитрий Владимирович, вы сказали, что единственный такой турнир, но в отличие от сборных Беларуси и России, Казахстан участвует в чемпионатах мира, что больше ничего не планируется? Ну, очень график такой достаточно тяжелый. Мы планируем только спарить Гиперит уже после сезона. В конце апреля, в начале марта. Ну, больше не надо. Еще по Михайловичу хотел спросить. Он много критикует в этом сезоне, и в клубе справедливо, да? Сегодня две передачи голевые, как бы оценили его игру в целом, и сейчас он становится уже таким, как должен быть, в виде сборной. Ну, главное, надо об этом поговорить. Хороший момент для него, скажем так, есть, есть, да, есть такое позитивное движение, уверенность прибавляет. Поэтому я надеюсь, что, естественно, он усилит и Паркс, и визборные свои игру. Все? Спасибо.